В столовой 49-й школы сегодня шведский стол. Так родители могут попробовать именно те блюда, которые их интересуют. Меню своего первоклассника Галина Евсеева знает, но качество продуктов и насколько вкусно они приготовлены, оценила только сегодня. Мы выбрали школьное естественное питание, потому что ребенок приучит с детского садика получать горячее питание. То есть, например, утром он не кушает дома кашу, и уже к третьему уроку ребенок все равно проголодался. 60 рублей в день. Судя по тому, что какие сейчас сыны, ну что делать? Тут уже на ребенке здоровье мы не экономим. У нас стал падать охват горячим питанием среди школьников. Отменили дотацию, которая 10 рублей, и которая была для каждого ребенка. Теперь у нас дотация адресная идет. Ее получают только дети, которые предоставляют некий пакет документов, то есть собирают справки. И вот сейчас, в этом году, почему-то, если в прошлом году мы еще как-то пытались удержать, ну и с поставщиками, в принципе, мы ведем постоянную беседу о том, чтобы не повышалась цена. Дотацию 10 рублей теперь выдают только на детей из малообеспеченных семей. Все остальные питаются полностью за свой счет. Меню для всех одинаковое, рацион не изменился. Цены в этом году тоже обещают удержать. Это в среднем 45-50 рублей в день за горячий завтрак и 60-65 за обед. В месяц получается примерно 1200 или 1450 рублей. Но это выгоднее, чем носить еду с собой и переживать за ее состояние. Стоимость тех же булочек, той же выпечки, она у нас значительно дешевле, чем в любом магазине города. Цены могут отличаться по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году цена была 55 рублей, в этом году 60, то есть могу спрогнозировать, что в сентябре стоимость будет не более 65 рублей. Блюда для дегустации повара сегодня остались готовить после уроков. Тарелки заставили несколько столов и все равно на них только основные блюда. Несмотря на их простоту, школьное меню очень разнообразно. У нас меню, утвержденное Роспотребнадзором и согласовано с администрацией школы, 24-дневное. То есть повторяемости блюд нет. На обед они у нас сегодня кушали суп с картофельным пшеном, котлетка московская с маслом, рагу овощное и кисель. Бесплатно перекусить смогли и школьники. 11-классница Наталья Тимошенко могла выбрать любое блюдо, но взяла чай с пиццей. Время уже послеобеденное. Я питаюсь буфетно. То есть у нас в буфете можно купить также все питание, которое продается, как горячее питание, можно сказать. Но просто иногда это бывает намного удобнее, так как не все люблю есть. И я подбираю себе свое оптимальное меню. То есть даже покупая еду в буфете, можно питаться правильно, так как там те же самые блюда. Чтобы они больше пользовались спросом, на следующий учебный год меню решили доработать.